я в этом видеоролике вы узнаете что такое молитва как достучаться до небес и вы узнаете что молитва способна отменить любой любой даже самый суровый приговор здравствуйте дорогие друзья и сейчас мы с вами поговорим про молитву все мы знаем что каждый человек молится постоянно и это очень важно итак я продолжаю обсуждать самые самые важные заповеди которые каждый еврей может выполнять ежедневно и сейчас мы с вами поговорим про молитву сказано в торе что всевышний творил этот мир за семь дней шесть дней мы знаем первый день 2 3 4 пока не наступил шаббат и он создал день отдыха 6 день он создает человека и сказано в торе в главе барышит что пока не было человека все создания все что бог сотворил ничего не росло ничего не продвигалось деревья они уже были созданы но они не росли ничего не происходило не было дождей почему говорит нам тора потому что нету человека который бы помолился что были бы дожди нет у человека который помолился бы чтобы деревья росли чтобы животные правильно жили пока нету человека который сможет молиться а молиться может только человек только люди могут говорить произносить слова и молиться пока нету человека который помолится и попросит у всевышнего ничего не будет происходить и это тора нам сразу сообщает в самом начале чтобы мы знали насколько велика и важно мать итак первые евреи как мы знаем авраам и сара и цхак и ривка яков и его жены мы знаем что вот сара например не могла иметь детей рифка не могла иметь детей первые первые еврейские семьи наши праотцы всевышний их создает таким образом что у них нету детей и они должны были они должны были бы молиться и просите всевышнего чтобы у них родились дети почему всевышний в самом начале почему нельзя сделать красивое какое-то начало огромные семьи первые евреи почему так все было сложно и нужно было молиться потому что Всевышний и здесь подчеркивает, смотрите, сейчас начинается еврейский народ, вы должны знать, что самая главная ваша сила – это молитва. Молитва Иссары, которая не может родить ребенка физически, она может все поменять, Иссара родила Ицхака, и все можно поменять в результате, используя молитву. И здесь Тора опять подчеркивает силу молитвы. Итак, Авраам, написано, в Торе молился Шахарит, он нам сделал утром такой специальный канал, канал связи со Всевышним, и когда я сегодня молюсь Шахарит, я подключаюсь к этому каналу, Ицхак, написано, молился перед заходом солнца, он молился Минху, и когда сегодня я молюсь Минху, я подключаюсь к этому каналу, и поэтому моя молитва имеет огромную силу. И третий праотец Яаков молился уже после выхода звезд, и это молитва Маариф, третья молитва, которой молится каждый еврей. Итак, хотелось бы сказать еще несколько примеров истории, насколько молитва велика, и что она, как она может все поменять. Написано, что Моше Робейну он согрешил. Какой был у него грех? Когда Моше был в пустыне с еврейским народом, Бог ему сказал, подойди, пожалуйста, к скале, и скажи ей, чтобы она давала тебе воду. Моше Робейну его ослушал, и вместо того, чтобы говорить со скалой, он по ней ударяет. И вода пошла. За то, что он ослушался Всевышнего, Бог ему говорит, ты в землю Израиля не пойдешь, я постановляю, что ты, Моисей, в землю Израиля не заходишь. Написано в Торе, в главе Вайтханан, что Моше Робейну хотел это постановление отменить. Он сотни и сотни раз молился Всевышний, дай мне зайти в Израиль, Всевышний, дай мне зайти в Израиль. И сказал ему Бог, прекрати молиться. Почему? Потому что если ты еще одну молитву скажешь, что ты хочешь зайти в Израиль, я буду просто обязан тебя запустить в землю Израиля. Что мы здесь видим? Что даже когда есть прямое постановление Всевышнего, что ты что-то там с тобой не будет, ты, Моше Робейну, в землю Израиля не заходишь. Но Моше своими молитвами мог это постановление отменить. И Всевышнему пришлось ему сказать, хватит молиться, потому что это записано и пропечатано в мироздании, этот закон, что твоя молитва меняет абсолютно все. Даже если Сара не могла иметь детей, молитва это все может поменять. Даже если Моше Робейну не может зайти в Израиль, ему сам Бог сказал, ты не можешь, молитва и это может отменить. И еще один случай, очень известный случай, в Талмуде сказано, что царь Хискияу, был очень-очень праведный царь Хискияу, но он был большим пророком, и он узнал, что у него его потомства будут большими грешниками. И Хискияу сказал, раз у меня будет сын или потомки грешниками, зачем мне рожать детей? Не хочу семью. Приходит к нему пророк и говорит ему, смотри, из-за того, что ты нарушил заповедь создавать семью, рожать детей, Всевышний приговорил тебя, что ты умрешь в этом мире, и у тебя не будет удела в грядущем мире. Вот такое вот суровое наказание Хискияу, ты же праведный царь, и ты нарушаешь такие вещи. Разве ты не понимаешь, что нужно рожать детей, и это воля Всевышнего? Вот такое постановление. Хискияу ему сказал, я это постановление буду отменять, и я буду молиться. И он молился, чтобы Всевышний простил его, и здесь тоже опять Всевышний его прощает, и он получил жизнь и в этом мире, и в будущем мире. Итак, дорогие друзья, мы с вами видим, насколько молитва важна. Ничего в творении, когда Всевышний создал уже весь этот мир, ничего не развивалось, ничего не происходило без молитвы первого человека Адама Решона. Мы видим, как можно все поменять, как в ситуации Усары, как Моширабейну хотел отменить, и царь Хискияу. Поэтому стараемся обязательно молиться Шахарит, Минху и Маариф, и дай Бог, чтобы Всевышний всегда отвечал на наши молитвы. Молитесь, молитесь постоянно, молитесь за себя, молитесь за своих друзей и родственников, молитесь за проект Два Икра, обязательно подписывайтесь на все наши каналы, слушайте уроки Торы, и в последнем пятом видео мы поговорим, что это за заповедь изучать Тору и как она нам помогает духовно расти.